Ребят, перед просмотром этого видео попрошу вас включить VPN, если вы хотите поддержать меня и чтобы у меня была возможность монетизировать это видео. Ребята, всем привет, меня зовут Юлия Пушман, и на этом канале видео не выходили три недели, если не больше. За эти три недели изменилось всё, просто всё. Я думаю, что 2022 год будет очень тяжёлый для всех, но я верю в хорошее. Я верю в хорошее, что всё равно всё наладится, всё равно что-то придумается, что-то решится, не знаю. В общем, мне надо искупать собачку. Этот влог будет такой домашний, с болтовнёй, ещё что-то. Обсудим какие-то вещи, расскажу своё мнение по каким-то моментам. Её сейчас похоже на чудовище, у неё склеились волосы. Я тебе искупаю. Короче, как вы знаете, отключили рекламу на ютубе, точнее в России. У нас не показывается реклама, следовательно, все мои зрители, а это 60% из России, не будут видеть рекламу на моих видео, может быть, даже Беларуси это сделают, не знаю. Следовательно, денежка, которую я могу заработать с ютуба, она очень сильно сокращается. Тем не менее, не знаю. Всё это очень грустно, тяжело, непонятно, что делать дальше. У всех, как бы, планы рушатся, жизнь меняется, и нету понимания вообще, что ждёт нас всех завтра. Я вот даже, если честно, даже не знаю, что делать надо. Не знаю, что надо сейчас делать, что придумывать. Пока, наверное, просто ждём чего-то, я не знаю. Сейчас против России вводят кучу санкций различных, и я думаю, что мы пока что ещё этого не сильно на себе прочувствовали, поэтому очень много приколов в интернете всяких, типа то, что «А, ну и пошли отсюда нафиг!» Всем там магазинам, брендам. Ну, с одной стороны, как бы, ну и чё теперь, надо жить так, как можем, получается, принимать то, что происходит, и, собственно говоря, искать какие-то варианты, не знаю, выхода из ситуации, из положения. Вот вчера сообщили или позавчера о том, что закрывают Макдональдс. И это даже, знаете, ладно то, что там «я не поем Макдональдс». Люди, которые там работают, получается, чё с ними? Но я думаю, что этот вопрос решится, и люди, которые работают в Макдональдсе, они продолжат работать. Просто это будет не Макдональдс, а какой-нибудь, типа, теремок, не знаю. Все мои любимые чипсики уходят. С другой стороны, я не так уж и часто их ем, чтобы сильно прям переживать, но когда у тебя что-то забирают, тебе становится очень сильно хочется именно это, то, что у тебя забирают. В общем, в любом случае, я уверена, что прорвёмся, что-нибудь придумаем, и то, что выключили сейчас блогерам заработок какой-то, да, плюс-минус стабильный, который имелся. Я думаю, что и в этом плане тоже что-то решится, что-то выяснится. Ну, не знаю, появятся другие какие-то возможности заработка и на том же видео, ещё что-то. За себя не знаю, что сказать по поводу того, что очень многие крупные бренды, с которыми я сотрудничала и надеялась посотрудничать в этом году, от нас как бы ушли. И, ну, это очень грустно, конечно, потому что это, знаете, какой-то привычный уклад моей жизни, какие-то планы на будущее, стремление какое-то. И сейчас такое состояние, знаете, что, типа, я вообще не знаю, реально вообще не знаю, что будет завтра. У всех есть свои какие-то обязательства, как минимум, там, платить за квартиру, ещё что-то, кушать на что-то, там, семья, не знаю, ну, как бы непонятно, пока что непонятно, но я не собираюсь, там, не знаю, отчаиваться, наоборот, я, наверное, начну ещё больше работать, пахать, делать что угодно для того, чтобы, как бы, хоть и уровень жизни наверняка станет не таким, какой был, да, ну, скажем так, упадёт, но, по крайней мере, буду стараться сохранить то, что имею, сохранить, я не знаю, может быть, какую-то не такую стабильную стабильность, я даже не знаю. Я очень долго не снимала сюда, ну, на свой канал влоги какие-то, потому что я понимала, что я не знаю даже, о чём говорить, что я не хочу обсуждать и поднимать какие-то определённые темы, а только о них я и думаю, и только о ней сейчас и происходят, поэтому я даже не знала вообще, о чём говорить, и что обсуждать на ютюбе, да, во влоге, поэтому я как-то потихоньку начала снимать летсплеи, несмотря на то, что их тоже теперь нам, ну, не то, что запретили, но со стима теперь не скачаешь игры, не купишь их официально, следовательно, потом непонятно, но я успела купить игру, парк аттракционов там строить надо, и уже начала на неё выпускать летсплеи, снимать летсплеи, мне нравится в неё играть. На самом деле это хорошо помогло мне как-то отвлечься, вот именно игры, в которых ты что-то строишь, может быть, это какая-то психологическая тема, что ты что-то строишь своими руками, и ты это контролируешь, не знаю, потому что всё, что сейчас происходит, это то, что, ну, я не могу контролировать, не могу как-то, не знаю, обеспечить себе спокойное завтра и послезавтра, потому что я не знаю, что будет завтра-послезавтра, но и нагнетать тоже не хочется, я думаю, что в любом случае, это типа, знаете, когда у тебя что-то забирают, приходит что-то другое, поэтому я надеюсь, что так и будет, несмотря на то, что что-то от нас ушло, придёт что-то другое, не знаю, лучше, не лучше, но жизнь расставит всё на свои места, год будет тяжёлый, конечно же, но с другой стороны есть не то, что плюсы, но, по крайней мере, в России, да, в нашей стране многие бренды смогут проявить себя, там многие шоурумы, магазины одежды станут, знаете, ещё больше цениться и более популярными, более известными, поэтому, ну, для некоторых это даже сыграло на руку, то, что санкции нам вводят, поэтому, не знаю, посмотрим, в любом случае я не буду прекращать заниматься тем, чем я занимаюсь уже очень много лет, вот, вопрос в том, насколько... Это типа, знаете, это моё любимое дело, моё хобби, которое приносило мне, как бы, заработок, и если оно совсем не будет приносить мне никакого вообще ноль просто заработка, то тогда мне, конечно же, придётся что-то придумать другое, и я не смогу тратить столько времени в своей жизни на интернет, на YouTube, на Instagram, наверное, не знаю. Я сейчас этого не планирую делать, планирую продолжать, несмотря на то, что с этого видео я не заработаю там, ну, не знаю, грубо говоря, я бы заработала с него, может быть, там, 500-400 долларов, а сейчас, может быть, заработаю, не знаю, 100. Но, знаете, 100 — это не ноль, вот. Пока что ещё вроде как есть возможность получить ту же денежку с YouTube, и посмотрим вообще, насколько придёт она на карточку, не придёт. В общем, вопросов много. Конечно, тревожности тоже много, беспокойства, и, скажем так, ещё пока что, наверное, не наступило состояние принятия. Сейчас, наверное, другая какая-то стадия, типа, интересно, а что это вообще такое? А как это на нас на всех отразится? То есть пока что... Ну, типа, знаете, я спокойно могу заказать себе сейчас там те же чипсы Lace, грубо говоря, не знаю, колу пойти купить в магазин. Это я просто утрированную, да, привожу в пример. То есть завтра я не... Там, не знаю, завтра-послезавтра я уже не смогу купить себе эти чипсы. Это я... Не то, что там чипсы только меня волнуют. Но! Будет русская картошка, будет газировка Байкал, да, или как там она называлась, Буратино, что-нибудь такое. Значит, будем пить лимонады, кушать русскую картошку, сухарики какие-нибудь. В общем, не знаю. Меня больше волнует ни еда, ни шампуни, ни вот это всё, ни техника, как волнует возможность вообще, в принципе, ну, заработать на то, чтобы позволить себе ту же русскую картошку. Я думаю, что, как и большинство, большинство людей волнует именно этот вопрос. Но я думаю, что в любом случае... Думаю, что перемены не могут быть только вот, знаете, вот такими, да, перемены. У нас там забрали какие-то санкции или ещё что-то. Я думаю, что... Надеюсь, что в нашей стране изменится то, что появится намного больше рабочих мест. Я думаю, даже, вот, знаете, кто-то там шутит в интернете, смеётся там, то, что СССР, ещё что-то. Я не знаю, я не жила в СССР, я не знаю, насколько там всё это было. Знаю, что было много заводов, которых сейчас у нас не так уж и много. Но я думаю, что всё ведёт к тому, что, скорее всего, в нашей стране появится больше рабочих мест, больше собственного производства. И это в любом случае не может, мне кажется, не радовать. Я думаю, что это всегда хорошо, когда есть и работа, и своё производство, и никто из границы не может тебе что-то там закрыть, потому что это у тебя своё. То есть, не знаю, не знаю. И в любом случае, по щелчку пальцев всё это не может произойти. В общем, я сегодня планирую убираться дома, немножко с вами болтать, что-то рассказывать, делиться эмоциями, переживаниями. Всё, планов на будущее у меня, как видите, непонятно. Сегодня 10 число, вчера у Славы был день рождения. Офигеть, мне 28 лет. Как мы отметили, да мы никак, на самом деле, не отмечали, мы сходили в кино на смерть на Ниле, «Детектив». Мы смотрели предыдущую часть. Ну, прикольный фильм. Я вообще, в принципе, люблю «Детективы». Запрыгнули, так сказать, в последний вагон, посмотрели «Зарубежное кино». Кстати, на кассе я спросила у девушки по поводу фильмов. Что-то, что же она сказала-то, господи? Или что-то я спросила. Что-то по типу, неизвестно ли, когда вообще, ну, у нас в кино всё это закончится, и будут Алёшу Поповича какого-нибудь показывать. Ну, или как-то всяких, не знаю, Добрыни Никитич и так далее. Она сказала, что неизвестно, но, ну, как бы, да, наверняка нам перестанут всякие фильмы сюда привозить. «Бэтмен» там уже по всему миру идёт. Ну и ладно, хрен с ним. Не знаю, мне кажется, что в любом случае «Бэтмены» переводили на русский, поэтому потом в интернете посмотрим. Я не думаю, что нам обрубят интернет. Это уж будет совсем. Да и мне кажется, это не то чтобы невозможно. Точнее, нас могут отключить, возможно, от всеобщей какой-то сети, но то, что внутри страны будет интернет, я думаю, это 100%. Вот, я тоже читала, смотрела, возможно ли такое, возможно ли отключить нас с интернета. Как вы видите, я немного на таком, не то что на позитиве, я просто последние две недели находилась в состоянии, ну, в ужасном состоянии. Не знаю, я думаю, что как и большинство, и сейчас многие находятся в тяжёлом состоянии, но я просто понимаю, что какой бы ужас ни происходил, я никак не могу повлиять на то, чтобы всё стало замечательно, ну, знаете, в одну секунду, в один момент. И я просто, ну, реально устала находиться в этом состоянии, потому что я понимаю, что, ну, как бы ни к чему хорошему это не приведёт, я не могу помочь ни другим людям, и получается, делаю только хуже себе, психологическому какому-то здоровью, психическому, я не знаю, как называется. Ну и, конечно же, разумеется, как и большинство людей, большинство публичных людей, я словила огромную тонну негатива, хейта в свой адрес. Это сделало меня только сильнее, и это, в принципе, ещё одна причина, по которой я сейчас не лежу в кровати и не плачу, а именно как-то, знаете, взбодрилась, взяла себя в руки и начала что-то снимать, вот как сейчас есть что рассказать, ну, есть какой-то поток эмоций, не знаю, слов, и людям, которые просто так писали мне негатив, проклинали меня, ну, как просто так, не знаю, были, наверное, у них на то причины. Они только дали мне больше сил, чтобы что-то делать и не опускать руки, как это, в принципе, всегда обычно со мной и работает. Когда кто-то хочет, чтобы я плакала, лежала, не знаю, страдала, я не знаю даже, что делала, к сожалению, работает это по-другому. Ну, к сожалению, для тех людей, наверное, которые думали, что я буду сейчас сидеть тут на себя, руки наложу, не знаю, что буду делать, плакать, вот эти вот все запугивания, ха-ха-ха, то, что у вас там не будет того-сего пятого-десятого, ну, как бы, ладно. Главное, чтобы у всех остальных всё было хорошо, а мы как-нибудь переживём, справимся. Завтра к нам в гости приедет брат Славы, а послезавтра мы все вместе поедем на дачу к Славе, потому что мы, как бы, его день рождения не отмечали, мы только в кино сходили вдвоём, вот, надо как-то, ну, не знаю, выпить за его здоровье, отметить с родителями. Сегодня я очень поздно легла, очень поздно встала, мне снился какой-то ужасный сон, как, в принципе, последнюю неделю, наверное. Мне снятся всякие какие-то ужасные кошмары, сны, в которых я плачу. Один сон мне вообще приснился какой-то ужасный, не знаю, я так и не посмотрела в соннике, что это значит, но там, короче, был какой-то ужас, мне нужно было отдать виву какой-то женщине, я не хотела её отдавать, но я понимала, что так нужно сделать, причём вива выглядела не как вива, а как другая, типа, порода собаки, я даже, ну, сейчас не помню, какая, но когда мне только снилось, я помнила прям даже название породы, сейчас почему-то не помню, странно. Ну, короче, я плакала, я не хотела её отдавать, но в итоге, ну, типа, я её вроде как отдала, и потом по какой-то причине я в итоге её не отдала, себе забрала. Потом сегодня мне приснился какой-то вообще ужасный сон, вообще ужасный, типа, я пришла к врачу, и мне что-то сказали, что я не могу иметь детей. Я думаю, что это всё как раз-таки вот эти вот все негативные комментарии, которые мне пишут, которые я до этого момента пропускала через себя, вот это вот всё, переживала, потому что там было столько ужасных вещей, и даже про моих детей писали, которые ещё даже не родились. Я не знаю, откуда в людях столько злобы к другим людям, которые им ничего плохого не сделали, ну, это в любом случае всё останется на их совести, вот. Я в любом случае всем желаю добра, счастья, и чтобы всё наладилось, чтобы, ну, я не знаю, я никогда никому не желаю каких-то ужасных вещей, которые желали мне. И, ну, для меня это реально просто странно, я не знаю. Хз, не знаю, просто, ну, как бы, мне кажется, взрослый, ну, адекватный человек не напишет такого, какое бы горе и ужас не происходило, ну, в его семье, в его жизни, ну, реально, для меня это очень странно. Ну, да ладно, не будем о грустном. В общем, снился какой-то ужас, что мне, я пришла в больницу, мне говорят, что вот, типа, у вас, ну, вы не можете, типа, иметь детей, и вам нужно сделать какую-то операцию. И я, и сказали, что вот, мы сделаем вот это, вот это что-то, и, типа, всё будет классно. В итоге мне, типа, делают эту операцию какую-то, и когда я просыпаюсь, я спрашиваю у какого-то там врача, типа, ну, как прошло, мне говорят, ой, вы знаете, мы там что-то перепутали, и в итоге, типа, не помогли вам, а ещё хуже сделали. И я начинаю там плакать, в истериках каких-то биться, на меня начинают, там, нападать врачи в духе, девушка, успокойтесь, что вы творите, типа, вы что на уши всю больницу поднимаете, ну, что-то вообще какая-то дичь мне лютая снилась. Я говорю врачу то, что я сейчас вызову полицию, что вы со мной сделали, типа, вы сделали только хуже. И, короче, врач говорит, типа, вы что с ума сошли, кто вам такое сказал, операция прошла замечательно, короче, я не знаю, что за херня мне снится, ну, вот реально какие-то очень неприятные вещи. То я должна собаку свою отдать, я плачу во сне, я просыпаюсь со слезами, потому что я не хочу отдавать, если он был такой как будто реалистичный, знаете, но я во сне понимала, что это какая-то фигня странная, потому что я знаю, как Вио выглядит, и она выглядела по-другому, как другая порода собаки. Короче, я говорила вам об этом. То сейчас вот это, и, ну, короче, не знаю. Я понимаю, что есть вещи, на которые я не могу повлиять, поэтому я просто решила абстрагироваться, потому что долгое время я находилась вот в этом состоянии, читала все эти комментарии. Зачем вообще я это читаю? Зачем вообще я что-то там думаю? Что-то кому-то, блин, пытаюсь не то что доказать, я не знаю. Ну, короче, я в итоге просто отпустила эту ситуацию, думаю, я ничего не могу решить, я буду жить как раньше, стараться, ну, как раньше, конечно, я не могу жить, потому что многое изменилось, но я буду стараться просто как-то абстрагироваться от этого всего, потому что я понимаю, что это уже, ну, нездоровая какая-то фигня. Вот, и мне, конечно, все это, ну, как и всем людям, очень тяжело сейчас. Даже, знаете, вот есть люди, которые пишут, вот, ты спокойно спишь в своей кровати, я как-то выставила собачку, ну, вилочку, то, что она лежит, спит, и мне кто-то написал, типа, что-то в духе, вот, выставляешь свою шавку, ну, короче, вы поняли, типа, спит в кровати, типа, клево ей, наверное, на этой шавке твоей, ну, что-то такое, знаете, какие-то вот такие вещи, я понимаю, что происходят кошмарные вещи, но при чем здесь моя собака, при чем здесь я, ну, короче, это типа, знаете, как если бы я всем людям, у которых все хорошо, а у меня плохо, писала бы какие-то негативные вещи, какие-то проклятия и желала каких-то ужасных вещей, ну, я бы, наверное, с ума сошла, потому что люди, у которых все намного лучше, чем у меня, их же много на свете. Дедушка мне всегда говорил, вот, что ты будешь делать, если не будет Ютуба, Инстаграма и так далее, ну, типа, интернета. Я ему всегда говорил, то, что я придумаю, чем заняться и каким образом зарабатывать денежку. Я от этого не отказываюсь. Я не хочу в какую-то панику сильную в это самое входить. Ну, то, что нужно что-то думать, придумывать и какие-то планы строить о том, как вообще двигаться дальше, это однозначно. Хотя, все равно непонятно, как можно строить какие-то планы, когда ты без понятия, что вообще будет завтра. Я вообще в последние года одеваюсь в одежду из шоурумов, ну, типа, русские бренды, ну, получается так, что у меня очень много одежды именно не из Зары, и Чендема, и, короче, не из тех магазинов, которые от нас уходят. То есть, в этом плане как бы я не сильно такая, а, ужас, хотя какие-то классные футболочки типа вот таких из Зары, там не очень дорогих, ну, да, прикольно, но, типа, опять же-таки, из-за этого тоже чего переживать. Будут, значит, другие магазины с классными обычными футболочками, ну, типа, это вообще на самом деле такое. По поводу брендов всяких Гуччи и так далее, это тоже пофиг, потому что, если нет денег, то какие нафиг Гуччи. Самое главное, что я хочу вам всем сказать, что нужно верить в то, что когда-то всё закончится, когда-то всё наладится, несмотря на то, что понятно уже, что этот год будет очень тяжёлый, но нельзя пускать руки. Наверняка у меня в комментариях тоже будут негативные какие-то комментарии, с этим ничего не поделаешь, но даже если вы сейчас пишите мне какой-то негативный комментарий, типа вот переживаешь за это, за то, типа за всякую фигню переживаешь, типа переживаешь, что закрыли Макдональдс, есть вещи похуже, пострашнее, я это прекрасно понимаю, но я переживаю за свою жизнь, да, я переживаю за жизнь своей семьи, типа чего там такого. Кстати говоря, я успела закупиться немножко косметикой, хотя я даже не знаю, уйдет эта косметика с нашего рынка или нет. Теперь на то, что у меня достаточно много косметики, в принципе, эта косметика, которую я пользуюсь чаще всего, она имеет свойство заканчиваться, например, там тональник, да, вот, клиник, например, уходит от нас. Я купила, не знаю, хватит ли мне, думаю, что не хватит, но появится, значит, другой тональник, не знаю. Мне еще в комментариях написали, типа, что я вчера в сторис сказала то, что вот, закрывают Макдональдс или что-то Липтона не будет, грустно, ну, типа, ничего не поделаешь, значит, буду пить бабушкин компот, который тоже люблю, или другие лимонады какие-то будут, значит, пить соки, неважно, ну, типа, скажем так, незаменимых вещей нет, да? Не, ну, я их, наверное, не знаю. и мне, короче, в директ пишут, типа, вот, вы все зомби, вы со всем соглашаетесь, типа, у вас забрали это, вы с этим соглашаетесь, еще что-то, ну, если честно, даже комментировать это не хочется, есть такие вещи, с которыми, точнее, есть такие вещи, в которых у тебя не спрашивают, хочешь ты, не хочешь, ну, видимо, все думают, что всех спрашивают, но суть не в этом, если уж на то пошло, например, бренд Клиник, я не согласна, вам нельзя уходить с нашего рынка, это что-то изменит? Мне кажется, нет, что то они уходят, то они не уходят, сейчас все от нас уйдут, а потом все придут, а если и не придут, то, значит, другое что-то будет, что теперь, волосы на голове, что ли, рвать? А то некоторые люди думают, что, что, вот как каждый захочет, так и будет, вот это меня просто больше всего поражает, знаете, если бы это так работало, я бы уже давно, не знаю даже что, уже бы, если бы это все работало по щелчку пальцев и по моему решению, моему хотению, так же, как и во всем мире, уже бы все жили по-другому во всем мире, вот и все, так что, думать, что все как-то вот так вот, типа, что-то кто-то должен пойти, кому-то сказать, что-то там решить, типа, это не так работает, не знаю, странно так, конечно, я просто верю в то, что все будет хорошо, несмотря на то, что год будет тяжелый, как я уже сказала, тем более, что еще непонятно, что для нас природа уготовила, я тут посмотрела всякие какие-то предсказания, еще какие-то вещи, вообще, год какой-то обещают, страшный, и пожары, и, ледники, вот это все, очень стремно, надеюсь, если все наладится скоро, если говорить про наши планы, о чем мы там планировали, что хотели, мы хотели поехать в Грузию, к дедушке, и потом летом все вместе вернуться, потому что изначально у нас были планы полететь в Дубай, вот, но мы этот план, на самом деле, перестали рассматривать, ну, мы просто хотели поехать отдохнуть, поделать контента, еще что-то, ну, просто, типа, поехать в поездку, планировали на март, это было еще несколько месяцев назад, потом мы в итоге передумали, и решили, что лучше мы поедем в Грузию, потому что там у нас тоже есть дела, ну, и к дедушке заодно, там квартиру затопило в Грузии, причем уже, наверное, даже давненько, вот, и там нужно делать ремонт, что-то смотреть, думать, у нас были мысли, такие, посмотреть, может быть, продать и купить что-то побольше, может быть, и дом купить, не знаю, но это были так просто мысли, пока мы туда не приехали, не смотрели, как-то не думали особо, что в итоге делать, поэтому, такой вот у нас был план, потом, как, получается, все планы, потом под хвост, ну, и опять же таки, я прекрасно понимаю, что это не самое страшное, но надеюсь, что, когда все наладится, получится поехать, кстати, спросила у своих подписчиков в Телеграме, о чем вы хотите, чтобы я во влоге поболтала, поговорила, и написали, чтобы я поговорила о ремонте, о том, о сём, о музыке, как я плету косы, о музыке, нечего сказать, но по поводу ремонта, какой ремонт, ребята, не знаю, да, мысли были, конечно, тоже уже начинать скоро, но, опять же таки, ремонт требует больших денег, и я не знаю, если честно, вообще, как, как делать ремонт, я думаю, что все жутко подорожало, все какие-то материалы, еще что-то, не знаю, с другой стороны, нету какой-то сильно большой нужды сейчас торопиться делать ремонт, потому что в течение лет 3-4, не знаю, все будут делать ремонт, потому что дом только достроился, и все там будут делать ремонт, это следовательно, что даже когда мы туда переедем, если бы мы сейчас начали ремонт, допустим, даже если бы через год мы его закончили, мы бы переехали, мы бы все еще слушали, очень много лет, дрель, еще что-то, еще что-то, поэтому, в принципе, не вижу смысла сейчас сходить с ума, торопиться, но дизайнеры уже прислали планировку, не знаю, может быть, в следующем влоге покажу, подумаю еще вообще по поводу планировки, потому что там есть вопрос по поводу кухни, по поводу того, как все поставить, расставить, чтобы было классно, прикольно, и как мне хочется. Короче, не знаю, но есть вещи, которые уже мне нравятся, как получились, на вот этом вот плане, планировке, вот, то есть там, это просто пока нарисованное, без там мебели, без картинок красивых, это просто чисто вид сверху, типа, где нарисованы какие-то штучки, по метражам отмерены, вот, я думаю, что, когда мы до этого дойдем, когда у нас получится все-таки сделать там ремонт, переехать туда жить, думаю, что будет классно. Кстати, паркинг уже сдали, и мы его сдали в аренду, чтобы он просто так зря не стоял, чтобы люди могли там парковаться пока. Я не думаю, что в ближайшее время мы начнем там ремонт, не знаю, все зависит от финансов, а по поводу них я тоже ничего не знаю, если честно, что как будет и так далее, но если все будет хорошо с денежками, и на все прям будет хватать, и вообще будет прям, ну такая, знаете, стабильность и ощущение того, что можно смело брать, например, какой-то кредит, грубо говоря, чтобы быстро делать ремонт, а потом его потихоньку закрывать, как, в принципе, мы и думали сделать, вот, потому что денег на ремонт нужно много, а сейчас я вообще не представляю, сколько денег нужно на ремонт. Ну, короче, не знаю, такая ситуация, ну, короче, все остановилось, и, в принципе, я из-за этого никак не расстроена, не паникую, потому что, ну, я просто принимаю ситуацию, потому что есть вещи, на которые я не могу повлиять, как и все, как и многие, да, есть вещи, на которые мы не можем повлиять, и что нам теперь, я не знаю, реально волосы на голове, что ли, рвать, надо просто, ну, как-то приспосабливаться, думать, что делать дальше, вот, все, поэтому, про ремонт не знаю, но я думаю, что все равно мы с дизайнерами будем разрабатывать пока что дизайн-проект, в любом случае, это пригодится когда-то, рано или поздно, да, плюс ко всему, у нас в России есть производство свои, красивой, крутой мебели, это я знаю на 100%, есть, конечно, какие-то вещи, которые, да, там, какие-то красивые камни, плиты, которые, возможно, идут там за границей, еще что-то, но я, если честно, сейчас об этом не думаю, реально, потому что, сейчас, скажем так, волнуют немножко другие вещи, а не придут ли какие-то там плиты из-за границы, еще что-то, пока непонятно, плюс ко всему непонятно, тоже по технике, да, которая обычно у нас там из Германии, еще откуда-то, там, те же холодильники, какие-то там, варочные панели, не знаю, короче, сейчас по поводу ремонта, если честно, не вижу смысла вообще заморачиваться, я думаю, что, ну, просто надо отпустить, подумать, пока что, как, куда деваться, в самом плохом варианте, я уже подумала, что если вообще жопа будет, мы просто сдадим хаты, и уедем жить на дачу, потому что я, ну, это прям вот самый такой, вот если когда вообще, я не знаю, что, но я надеюсь, что до такого не дойдет, и я надеюсь, что что-то придумается, кто-то спрашивает, не успели ли мы закупиться материалами до повышения цен, разумеется, мы этим не занимались, потому что, ну, потому что мы как-то не думали о том, что надо покупать, хотя у нас были такие мысли, когда все это случилось, мы, короче, с родителями тоже думали, то, что надо, наверное, поехать, закупиться тем, что в любом случае пригодится, независимо от того, какой будет дизайн проект, и так далее, и так далее, но в итоге мы, короче, не стали этого делать, потому что мы подумали, что, ну, мы сейчас потратим какое-то количество денег на закупки, да, материалов для квартиры, для будущего ремонта, неизвестно вообще, в принципе, когда мы сможем его потом начать, и будут ли еще какие-то там хорошие финансы, скажем так, для того, чтобы продолжать, поэтому будем решать проблему по мере их поступления, сейчас ремонт это не первое, да, о чем я думаю, разумеется, поэтому пишут в телеграме, в комментариях то, что только не о политике, пожалуйста, только не об этих всех ситуациях, ну, типа, о чем поговорить, не об этом, не об этом, потом пишут не о политике, боюсь твое мнение засрут, суть в том, что я просто уже приняла тот факт, что что бы я ни сказала, что бы я ни сделала, либо о чем бы я ни промолчала, да, в любом случае засрут, вот, поэтому, как и написал человек, еще другой тоже, вы же понимаете, что Юля выложит, что если Юля выложит видео просто без каких-либо комментариев по ситуации в мире, то ее заклюют, потому что молчит, и кто-то отвечает, молчит, клюют, говорит, клюют, поэтому, в принципе, реально, ну, как бы, кто-то наверняка мне напишет в комментариях, типа, молчи дальше, ну и молчи, что ты молчишь, что это вы за меня решаете, что мне делать, кому нравится, кому хочется, пусть говорят, чем я закупилась, не знаю, пригодится ли это в итоге, не, пригодится в любом случае, на самом деле, я купила, вот эти штучки, от Make Up Forever, сейчас окажется, что они от нас не уходят, но нет, они в любом случае пригодятся, я посмотрела срок годности хороший, вообще в Перуи, наверное, на косметике смотрела срок годности, вот такие штучки лезвия купила, они все равно всегда тоже пригодятся, так что это как бы без разницы, взяла тушь, на всякий случай, тоже, ну, вот такие резиночки, это я не то, что купила, типа, их не будет, это просто, ну, я для косичек использую, вот такие маленькие, вот такие обычные резиночки купила, ну, это просто тоже то, что я купила, это не то, что типа, ааа, этого не будет, резинок не будет, это мне какой-то далее тестер, вот, я взяла, один был, к сожалению, только тональный крем, мой любимый, а вот еще резиночки, я их много взяла, потому что часто использую, и вот такие вот заколочки еще взяла, Слава взял себе вот это, ну, и тут еще какие-то тестеры положили, ну, короче, не знаю, мне вот не хотелось как-то вот совсем сходить с ума, хотя вот эти вот корректоры я часто использую, еще мы купили семена, зерно, всякое, ну, не зерно, а, короче, семена для того, чтобы сажать на дачу что-то, ну, это типа, знаете, тоже, пусть лучше будет, ну, я на самом деле вообще на каком-то сейчас, не то что релаксе, но я такая, перед сном лежу, вчера думаю, так, надо зайти в этот онлайн метро, заказать кучу чипсов, просто весь дом заметить этими чипсами, потому что они кончаются, но в этом тоже какой смысл, ну, закончится, они же все равно закончатся в какой-то момент, мы купились прокладками, тоже непонятно, вдруг их не будет, уже, не знаю, еще спички взяла, ну, это тоже Слава, конечно, с меня ржал, говорит, ну, ты вообще не перегибаешь палку, я говорю, а кто его знает, знаешь, я уже не знаю, к чему готовится, не знаю, что нужно, тут у нас тоже что-то есть, какой-то, это и взяли, опять же таки, реально, я еще такая думаю, я не знаю, где чье, чье наше, чье заграничное, пусть лучше все будет, что еще, пеленками закупились для Вива, но они-то, я думаю, в любом случае будут, вот у нас тут пеленочки Вивины, ну, опять же таки, они все равно пригодятся, типа, это не то, что какой-то сумасшедший, они все равно пригодятся, капсулы, которые Слава, кстати, купил, заказал еще до того, как вообще начали происходить какие-то события, то есть, он их заказал заранее, просто, чтобы они у нас были, вот, не знаю даже, если честно, что делать с этими капсулами, я уже посчитала, сколько их, на сколько дней нам хватит, если по две чашки кофе в день выпивать, ну, одну Слава, одну я, грубо говоря, ну, короче, я там посчитала, да не знаю, хватит, не хватит, в любом случае, если что, если совсем жопа, будем растворимый пить, ну, хотя не хотелось бы, вот тут всякие Вивины, какие-то вкусняшки, корм, ее, вот такой большой пакет, потому что на ее корме теперь тоже санкции, у нас вот стоит телевизор, который можно продать, если что, микроволновка старая, тут немножко туалетной бумаги, знаете, что меня очень хорошо отвлекает от всего происходящего в мире? Это, несмотря на то, что в ТикТоке очень много всего на эту тему, но ТикТок почему-то отвлекает меня, он меня каким-то образом отвлекает именно от каких-то негативных мыслей, от каких-то плохих мыслей, и игры, меня отвлекают игры, вот эта игра, которую я сейчас начала играть, про парк аттракционов, на моем канале игровом можете посмотреть, очень сильно отвлекает, вот я прям вчера даже не снимала на видео, и играла в этот парк аттракционов, строила, очень нравится, реально, так что, не знаю, правда, сможете ли вы его сейчас купить, скачать, потому что я его купила, ну, в Стиме, до того, как нам ограничили возможность через PayPal даже оплачивать, вот, ну, может быть и глупо тратить свою жизнь и время на какие-то игры, но я думаю, что, если это хорошо на тебя влияет, ты как-то, как-то сказать, ну, отвлекает, поднимает какое-то настроение, и все твои мысли, не о происходящем, а о том, чтобы построить красивый парк, я не вижу этого ничего плохого, также вопрос задает, буду ли я, будем ли мы переезжать, в связи с тяжелой ситуацией, и как вообще видишь свое будущее, на данный момент хочу и могу сказать о том, что мы никуда переезжать не планируем, уезжать мы никуда не собираемся, вся наша жизнь здесь, вся наша семья здесь, ну, может быть, мы поедем куда-нибудь, на, не знаю, отдохнуть на какое-то время, я пока, если честно, не хочу делать какие-то там заявления, но то, что переезжать, как бы, со всеми концами, знаете, тут все продавать, уезжать в другую страну, это точно не планируется вообще, ну, как бы, даже мысли такой не было никогда, и сейчас тоже нет у меня таких мыслей, идей, вот, потому что, как говорится, где родился, там и пригодился, не вижу смысла, вот в этих сумасшествиях, уезжать куда-то за границу, переезжать там жить, еще что-то, потому что, собственно говоря, ну, не знаю, может быть, у кого-то и может что-то получиться, и жизнь стать лучше в другом месте, а не там, где ты родился, но я редко наблюдаю такие истории, не знаю, если говорить конкретно о том, чтобы переехать в другую страну, жить, а не о том, что из одного города России в другой, не знаю, в любом случае, время покажет, но я типа не собираюсь этого делать, потому что я очень такой, знаете, человек, для меня важно там, менталитет, там, еда какая-то, еще что-то, я не знаю, дом, где я росла, где я выросла, язык, ну, типа много разных моментов, поэтому, ну, я бы, наверное, не смогла и не хочу жить в Европе где-то, мне нравилось и нравится, да, приехать туда на время, погулять, посмотреть, еще что-то отдохнуть, но жить нет, и вот даже я вспоминаю, как в Англии мы тоже гуляли, да, отдыхали в Лондон, ездили, я тоже понимаю, что там бы я тоже не смогла и не хотела бы жить, несмотря на то, что, да, есть в мире очень много красивых мест, крутых каких-то, да, где что-то, где-то лучше, как говорится, всегда там, типа, да, лучше там, где нас нет, вот, и неспроста все вот эти вот поговорки, еще что-то, это народная мудрость, вот, хорошо там, где тебя нет, пока ты туда не переедешь жить, а потом ты понимаешь, как там плохо и что дома у тебя, в твоем родном доме, было намного лучше, ну, короче, не знаю, я считаю, что все это такое, кто хотел и мечтал жить в Европе за границей, ну, пусть уезжает, с катертью, дорожка, как говорится, у меня никогда не было таких мечт, желаний, единственное, может быть, о чем я думала, что когда-то, может быть, на старости лет переехать в Грузию, и то, не знаю, ну, как бы это все сложно, тяжело, потому что, ну, вот мне, например, ну, тяжело от того, что дедушка живет в Грузии, я понимаю, что ему там намного лучше, потому что там климат лучше для него, и он там меньше болеет, потому что у нас в России все равно, ну, более прохладно, и вот сейчас у нас холодно, у них там теплее намного, и я понимаю, что для его здоровья это намного лучше, но мне вот грустно от того, что, ну, у нас разделяют много там тысяч километров, не знаю сколько, но в любом случае, там не два с половиной часа на самолете, да, вот эти вот прекрасные времена, а там на самолете с пересадкой, ну, короче, не знаю, все это такое, так что кому было интересно, я никуда не собираюсь валить, я наоборот надеюсь и верю в то, что все наладится, и все будет хорошо, не знаю, сколько времени на это понадобится, потребуется, но я верю в то, что все равно все будет нормально, что-то придумаем, разберемся. Кстати говоря, бренд Молекула, Молекула, прислали мне подарочки до того, как все это начало происходить, причем, по-моему, это даже новогодние подарки, да, не по-моему, 100%, видите, это типа борода Дедушки Мороза, я их так не раскрыла, не посмотрела, что тут, не сняла никакой обзор, потому что думаю, ой, ну ладно, сейчас попозже сниму, сейчас попозже, а сейчас в итоге, мне кажется, вообще не до этого. Так, что это? Какой-то парфюмерерный гель, очень интересно, видите? Даже не знаю, будут ли какие-то рассылки, вообще, в принципе, думаю, не знаю, даже что, будет, не будет, да, это с Новым годом, поздравляли, надо это все разобрать, чтобы от этих коробок как-то избавиться, хотя, вообще, я люблю коробки, но... Так, а это что? Смотрю, пишут под летсплеем, что типа, хаус флиппер лучше, лучше хаус флиппер снимай, о, ничего себе, нифига себе, красиво, по-моему, очень классно, интересно, что это, какой-то парфюм, интересный аромат, спасибо, я теперь даже не знаю, кого бы их дарить, вдруг вы тоже от нас ушли, в общем, честно, странная ситуация, по поводу хаус флиппера, я его, я не прекращаю снимать хаус флиппер, просто мне хочется сделать небольшой перерыв, потому что я немножко, ну, не перегорела хаус флиппером, а просто такое, типа, знаете, блин, это что, одинаковые? Мне кажется, мне два одинаковых прислали, странно, никаких подписей нет, я видела у кого-то распаковку такую в сторис, и там была одна коробка, может, мне Пашенька тебе прислали, ну, кто уже будет разбираться, да, сейчас посмотрим, одинаковые, не одинаковые, блин, одинаковые, джекпот, спасибо, случайно мне две коробки прислали, не знаю, может быть, она не мне должна была прийти, но принесли две, знаете, что мне астролог говорила в девятнадцатом году, что в двадцать четыре года я буду много работать и пахать, вот она прям так сказала, сейчас знаете, сколько мне двадцать четыре, как вот не верить в это все, да, в двадцать девять лет она сказала, что я встречу какого-то духовного наставника, какой-то вот, какой-то человек в моей жизни появится, какой-то, ну, типа, знаете, такой духовный учитель, я не знаю, что, вот, но в двадцать четыре она сказала, буду пахать, в чем самое интересное, я думала, все это так трактовано, к тому, ну, знаете, когда, это как вот, ты смотришь, какие-то предсказания, потому что я тут недавно, ну, как подсела, уже не смотрю, но было у меня тут такое время, первые, наверное, дня четыре, когда все события начали происходить, я пыталась как-то отвлечься, еще что-то, потому что я вообще с ума сходила, просто в лютом сумасшествии находилась, я пыталась как-то отвлечься и, короче, начала смотреть сериал про Вангу, типа, про ее предсказания, ну, не знаю, да, насколько вот это все верить, верить, ну, я смотрела и, ну, типа, не знаю, что-то там сбывалось, еще что-то, вот то, что сейчас происходит, тоже непонятно, я, ну, как бы, вы знаете, я в какие-то вещи люблю верить, вот так вот прям все верю и все, в какие-то я так, типа, ну, не знаю, посмотрим, тоже всему верить нельзя, короче, к чему я, и я понимаю, что вот эти вот астрологические прогнозы, ну, вот тебе что-то говорят, вот как мне сказали, что в 21 году я могу выйти замуж, но не было такого, что 100%, было такое, что могу, то есть благоприятное время для этого, то есть, грубо говоря, у меня был шанс, например, чтобы не выйти замуж в 21 году, так же, как и был шанс выйти, то есть, грубо говоря, если бы мы со Славой поссорились, еще что-то, я бы подумала, он ничего, не знаю, ну, грубо говоря, или он, неважно, то есть, это я к тому, что в любом случае, мы сами какую-то судьбу себе можем, собственно говоря, сотворить, не знаю, написать какой-то сценарий своей жизни, и я почему-то думала, что в 24 года я буду похариваться, потому что у нас ремонт, потому что у нас еще что-то, какие-то там планы, там может быть бизнес какой-то думать, да, что-то такое делать, и я была уверена, что это к этому было сказано, а сейчас я уже по-другому смотрю на всю эту ситуацию, мне кажется, что это было сказано к тому, что я буду пахать не для того, чтобы сделать ремонт, а просто для того, чтобы, ну, иметь возможности какие-то там, не знаю, элементарно оплачивать коммунальные услуги, еще что-то, а у меня семья большая, с вами знаете, Кушать что-то Иметь деньги на бензин Короче, вы поняли Я уже даже не знаю, к чему это относилось Что я буду пахать Надеюсь, все еще надеюсь Что это относится к тому, что пахать, чтобы сделать ремонт Но тут уже непонятно Как сложится, так сложится Главное позитивное мышление Позитивное мышление и вера в добро Юочка, лежи, лежи Скоро мама за тобой придет купать тебя, пойдет Вовремя мы успели купить вот эту плазму Даже не представляю, сколько она сейчас стоит Знаете, как вот эти приколы Когда уснул с телефоном За 50 тысяч, а проснулся с телефоном За 150 тысяч Вот, плейстейшн у нас есть Да Теперь его не купишь, еще и не привезут Ну, правда, на него и игры Теперь не выпускают Но во всем нужен позитивный настрой У меня садится камера Я буду продолжать убираться Вот С вами просто поболтала Не знаю, наверное, вряд ли смогла сильно как-то отвлечь Но надеюсь, что зарядила каким-то, не знаю, настроением На то, чтобы двигаться дальше Чтобы брать в себя в руки Не стоять на месте Сопли не жевать А что-то думать, что-то делать, что-то планировать Вот На этом я с вами прощаюсь Буду еще снимать видео для вас Так что будьте счастливы, здоровы Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok